МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЕГЭ и ОГЭ. Какой школьник сейчас, а равно его родители, не слышали эти аббревиатуры? Что общие, что единые государственные экзамены являются итогом, предварительным и окончательным всего процесса получения среднего образования? Если хочешь сдать эти экзамены как можно лучше, то готовиться к ним нужно, но если не с первого, то желательно класс с пятого-шестого. Именно этим и занимаются в Академической гимназии имени Максимовича Тверского госуниверситета. Материалы ОГЭ или ЕГЭ включают в себя все, что было в течение многих учебных лет изучено. И поэтому, конечно, готовиться к этому надо начинать с самого начала, то есть вот с пятого класса, потихонечку, чтобы они усваивали материал и не пришли к девятому классу с какими-то серьёзными пробелами, которые уже потом сложно бывает устранить. Ну, с самого начала надо очень строго подходить к каждому ребёнку. Но поскольку у нас в гимназии классы небольшие, то нам это сделать, пожалуй, будет проще, чем в школах, где классы по 30 человек, а иногда и даже больше. Потому что мы можем индивидуально подходить к каждому ребёнку и что-то объяснить непонятное, где-то поговорить и встретиться дополнительно. Родители здесь оказывают большое влияние на детей, и мы с ними очень тесно контактируем. И вот многие родители с самого начала, вот у меня есть шестой класс, да, я могу уже сравнивать со старшеклассниками, многие родители берутся сразу серьёзно за дело, и если ребёнок у них пропускает занятия, они всегда обращаются. У нас постоянно мы на связи находимся. Какие-то пробелы, либо пробелы в знаниях, либо, может быть, если ребёнок пропускает, они всегда обращаются, мы посылаем дополнительные задания. Если ребёнок не может, допустим, прийти на занятия, болеет, или, например, на карантине, сейчас вот такая ситуация. Как бы самое главное – не выпускать никого из виду, чтобы постараться каждого довести до того уровня, на который он, в общем-то, способен. И если сравнивать, скажем, у меня есть шестой класс и девятый класс, то в девятом классе, конечно, уже дети очень серьёзно относятся к тому, что им предстоит. И мы в основном уже повторяем то, что было знакомо, то, что было изучено. Но в первую очередь роль родителей важна в том плане, что изначально надо правильно выбрать для своего ребёнка образовательное учреждение. Ну или вовремя принять решение о его смене, если есть более лучший вариант. Именно так и поступили родители Кирилла Светайла, когда он рассказал ему о своих друзьях. Те во всех красках расписывали ему плюсы гимназии имени Максимовича. Они мне рассказали, что это самая лучшая школа в Тверской области, и тут очень всё хорошо преподают, объясняют, и тут всё очень хорошо усваивается. Родители, конечно, и сами, что называется, навели справки, после чего перевели Кирилла в гимназию. И парень не пожалел. Всё нравится, как преподают, как объясняют темы, доходчиво всё объясняют. И тут коллектив, как бы. Можно хорошо общаться. Похожая история и у Марии Крупешовой. Как и Кирилл, она тоже училась в одной из лучших тверских школ. Однако затем в гимназию имени Максимовича решила перейти её самая близкая подруга и одноклассница. Она настаивала на своём, я её отговаривала, но всё-таки она решила перейти. Потом она мне написала, как тут хорошо, и мы с мамой решили перейти сюда. Здесь мне намного больше понравилось, чем в моей предыдущей школе. А твоё впечатление от гимназии? Что тебе понравилось? Что вот прям буквально опиши? Ну, во-первых, хорошие учителя, хорошее отношение к нам. Что тебе мама в итоге сейчас говорит? Ну, сейчас говорит, что намного лучше всё, оценки исправились, и учусь намного лучше. Почему же дети, переходя нередко из очень хороших городских школ в гимназию, ещё больше улучшают свои показатели? Один из секретов в том, что любимую долю педагогического корпуса составляют университетские преподаватели? Большинство преподавателей у нас это проферско-преподавательский состав университета, то есть со степенями, кандидаты наук в основном. Очень много у нас молодых преподавателей, которые либо недавно защитились, либо учатся в аспирантуре. Коллектив такой молодой, очень перспективный, я бы сказала. Видно, что у них есть желание работать с детьми, потому что они сами ещё молодые, такие задорные, и придумывают какие-то новые методы, приёмы работы с детьми. И я очень довольна. Мы общаемся очень хорошо. У нас две учительские есть, потому что коллектив очень большой. Но все очень дружно живём, помогаем друг другу, если вдруг что-то надо обсудить, какие-то вопросы, не знаешь, как подойти к чему-то, то всегда помогут, что-то подскажут. При этом все педагоги отмечают, переходя из вузовской аудитории в гимназический класс, они прекрасно отдают себе отчёт в том, что перед ними могут быть ученики в возрасте 12-14 лет. А значит, надо сделать так, чтобы, например, такой предмет, как литература, был им понятен и интересен. Для этого надо работать по определённому алгоритму. Во-первых, много работаем над словами. Расширяем активно словарный запас, знакомимся с новыми крылатыми выражениями. Не так давно изучали басни Крылова, сказки Пушкина. Естественно, работаем над архаичными словами, поскольку ребята просто незнакомы с подобного рода лексикой. И расширять свой словарный запас всегда полезно. Это позволяет и яснее выражать свои мысли, но и развиваться в личностном плане в том числе. Литература, мне кажется, те тексты, которые написаны авторами, как мы говорим, для взрослых, они универсальны. В них можно найти то, что будет интересно и пятому классу, и девятому классу. В пятом классе под таким сказочным углом зрения мы посмотрим на ночь перед Рождеством, в старших классах мы увидим какие-то, может быть, нюансы гоголевского стиля, тонкости его языка и другие интересные моменты. С девятыми классами подход другой. Тут уже настолько сложная литература, про которую даже идут дискуссии. А стоит ли 14-15-летним такое изучать? Однако при правильной методике и здесь можно сделать урок интересным. Уникальность авторов русской литературы заключается в том, что они открываются нам в разном возрасте по-разному. Поэтому и для девятых классов мы можем найти те стороны произведений, те проблемы, которые окажутся им близки, которые заставят их задуматься. В той же комедии Грибоедова «Горе от ума» или проблема взаимоотношений в Евгении Онегине. Эти ситуации, эти проблемы вечны. И если развернуть классика той живой, человеческой стороной, я думаю, что ребятам будет интересно читать. Но здесь, наверное, большая работа самого педагога, который для каждого класса найдет верную нотку, подход в преподавании того или иного произведения. При этом роль гимназического педагога не только в том, чтобы загрузить в учеников запланированную программу. Нужно сделать так, чтобы у детей появился искренний интерес к предмету. Что касается литературы, то здесь интерес выражается еще и в любви к чтению книг. Если мы возьмем с вами ребят пятого класса, читают они хорошо, много, охотно. Да, по крайней мере, вот ребята, которые учатся в гимназии. Даже на первом уроке у нас был первый урок посвящен книге как таковой. Мы говорили о том, что есть книга в жизни человека. И было предложено ребятам поделиться знаниями о тех произведениях, которые они прочитали летом. Причем прочитали самостоятельно. Это не был какой-то список обязательный для чтения. И вот урок прошел очень живо, очень интересно. Ребята приносили произведения, которые они читали. Сейчас достаточно обширный рынок вот этой литературы для детей в разных жанрах сказочных, фэнтези и так далее. И я бы не сказала, что они мало читали. Может быть, они читают непрограммную литературу. Но это книги, бумажные книги. А постепенно этот интерес затухает, чем старше ребята становится, потому что мы немножко навязываем эту классическую литературу. У них не остается времени на чтение чего-то другого. Но я думаю, что наша задача в том, чтобы эта искорка не затухла. А мы, наоборот, будем поддерживать этот огонь, это любопытство в чтении. Сама я очень люблю читать. И я думаю, что любовь учителя и родителей... Вот здесь очень важен еще момент домашней обстановки. Если дома любят читать, произведения стоят в домашней библиотеке, то интерес будет и у ребят. Важным моментом педагоги считают умение научить гимназиста думать, чтобы он имел свою точку зрения, умел ее отстаивать. Главное здесь объяснить ребенку о том, что любая точка зрения должна быть аргументирована. Естественно, как преподаватели мы не можем навязывать только одну. Мы должны познакомиться со всеми. И они могут быть диаметрально противоположными, но при этом каждая должна быть аргументирована, объяснена, почему ты так считаешь. Тогда, соответственно, если ребенок может это сделать, то его точка зрения вполне же способна. В последние годы возрастает количество заданий по всеобщей истории, поэтому сейчас программы перестраиваются. У нас все преподаватели, которые ведут в старшем звене, знакомятся обязательно с новыми кимами, с тем, какие изменения планируются в этом году, и перестраивают свою модель преподавания вот каждый год буквально под новые задания. Еще одним плюсом преподавания в университетской гимназии является то, что программа по каждому предмету не является чем-то неизменным, закостенелым. Напротив, она постоянно динамично меняется, учитывая потребности времени. Безусловно, вот, наверное, то новое, что появилось после 90-х годов, это добавился аспект, назовем его так, христианский. То есть если, когда я училась в школе, мы изучали преступление и наказание, мы просто не останавливались на взглядах Достоевского в связи с религией, мы как-то тихо-тихо прошли мимо притча о воскрешении Лазаря, то теперь мы можем об этом свободно говорить, мы можем увидеть Достоевского под новым углом зрения, говорю о Достоевском, поскольку год посвященный юбилею Достоевского. Здесь ведь мы религию берем в таком культурологическом аспекте, не акцентируя внимание на том, что ребята должны как-то окунуться в этот религиозный мир, но знакомиться именно как с культурным текстом, я думаю, что стоит. И это позволяет представить произведение полнее, это интереснее, открывает что-то новое в тексте. Другим важным моментом, который привлекает школьников со всей Тверской области, является профильность преподавания в гимназии имени Максимовича. Ведь одним из, наверное, неизбежных недостатков среднего образования является то, что ученику даются именно усредненные знания. Так повелось в советских, а может даже дореволюционных времен. Каждый получает одинаковую информацию за одинаковое количество часов по любому предмету. Вне зависимости от того, интересен он тебе или нет, собираешься ли ты связать с ним свою судьбу или нет. В гимназии, в старших классах, этот подход изменили, применив интересный метод. В гимназии в старшем звене не изучаются биология, физика, химия отдельно. Они компонуются в один предмет естествознания. И это позволяет, допустимо, с точки зрения законов в образовании, и это позволяет отдать вот эту совокупность часов на изучение профильных дисциплин. И, соответственно, на профильных дисциплинах в связи с этим удается не только осваивать новый материал, повторять старый материал, но и отрабатывать задания для подготовки к экзаменам. И более того, я преподаю историю, допустим, но вот у меня коллеги, Анастасия Андреевна Иванова, преподающая общество знаний, она дает очень мощную подготовку по философии, поскольку это требуется для понимания тех или иных вопросов, для понимания блоков политологии, правоведения и экономики. И вот за счет вот такого распределения часов в гимназии нам удается дать все-таки более глубокую подготовку, нежели, может быть, в других школах. В итоге эта самая профильность позволяет уже в 13-15 лет понять ребятам, чего они хотят, и начать изучение предмета на более глубоком, чем у их сверстников уровне. Преподаватель географии Татьяна Аверьянова это уже оценила. Как и многие ее коллеги здесь, она совмещает университетскую кафедру в ВУЗе с учительским столом в гимназии. Большее, чем в обычной школе количество часов, которые получают на ее предмет ученики, закладывает хороший фундамент, если затем человек хочет поступить на геофаг. В перспективе это ребята, которые могут учиться и учатся по направлению экология и география в рамках нашего уже Тверского государственного университета на факультете географии и геоэкологии. И вот когда этот профильный класс формируется, и вот в прошлом году у нас такой класс был, естественно, что это углубленное изучение не только школьного курса, но и выход за его пределы. Я считаю, что вот эта связь такая, да, между академической гимназией и высшей школой, ну это вообще, наверное, как бы такой вот самый лучший вариант. В рамках вот поляризации географии наш факультет проводит, ну и в частности я, да, как преподаватель географии, это то, что наши учащиеся в период своих классных часов посещают факультет географии. Я хочу сказать, что как раз наши выпускники, то есть мои ученики академической гимназии, они у нас успешные студенты на нашем факультете. Это еще одна примета гимназического обучения. Что интересно, данное английское слово имеет целый ряд значений. Наставник, руководитель, репетитор, опекун, попечитель. И тут становится ясно, почему в гимназии имени Максимовича взяли этот термин на вооружение. Здешние тьютеры – это действительно и наставники, и руководители, и опекуны-попечители. Ведь не стоит забывать, что немало здешних учеников представляют районы Тверской области. Нередко настолько отдаленные, что родители при всем желании не могут каждую неделю приезжать в гости к своим детям. Поэтому, по сути, тьютер иной раз он и мама с папой, а не только классный руководитель. Как это может показаться на первый взгляд? То есть мы занимаемся не только выстраиванием процесса обучения, да, и контактируем с родителями, но и являемся наставниками, в том числе и в научной работе, в том числе мы пытаемся увидеть какие-то способности, задатки детей и направить их в дальнейшем в нужное русло. Все мы люди творческие, тьютеры, и силы находим, черпаем энергию в детях, видим отдачу, и это помогает справляться с любыми трудностями. А главные качества, которыми должен был этот тьютер? Ведь, насколько я понимаю, всех подряд педагогов не назначат тьютера, то есть выбирают из лучших, кто должен, какие основные качества, в том числе, какие должен обладать тьютерами? Ну, во-первых, он должен быть человеком отзывчивым, во-вторых, он, естественно, должен быть хорошим психологом, хорошим руководителем, ну и просто хорошо коммуницировать, скажем так, с детьми. На ваш взгляд, вот в целом, уже не первый, не второй год тьютеры вот существуют. Оправдала себя ведение этого института? Я считаю, абсолютно оправдала, и мы видим это в результатах наших обучающихся. Это и 100 баллов на ЕГЭ, и высокие баллы на ОГЭ, и это призовые места и первые места в различных конкурсах, вот в том числе в прошлом году мы заняли первое место в конкурсе «Градском рефератах», и призовые места у нас были в научно-практической конференции «Шаг в будущее», и призовые места на муниципальном туре Олимпиады, на региональном туре Олимпиады. Ну, я думаю, эти результаты говорят сами за себя. Само за себя говорит и отношение учеников к своим педагогам, к предметам, которые они ведут, а также к моральному климату, царящему в гимназии. Все дети, с которыми мы общались, отмечают, что здесь им нравится учиться, в том числе и потому, что у каждого есть любимый преподаватель. Мой любимый предмет – это математика. Учитель все очень хорошо объясняет, и все понятно и наглядно. А за что тебе нравится математика? Чем тебе более катит предмет? Потому что учитель хороший, Анна Викторовна. А какие у тебя еще есть любимые предметы? Или только математика? Биология. А биология почему называется? Потому что мы проводим разные эксперименты, тоже все очень наглядно объясняется в учебнике, и также очень хороший учитель. А скажи, что можешь сказать вообще об учениках здесь? Ученики здесь очень воспитанные, очень хорошие, с ними можно найти общий язык, и я общаюсь со всем классом. Скажи, а ты вот общаешься со своими одноклассниками по-прежнему, гимназией, что они тебя спрашивают? Да, конечно, многие спрашивали в прошлом году, как тебе там вообще, что здесь, чем отличается. Я, конечно, много всего рассказала хорошего, и многие даже задумывались о переходе сюда. И моя подружка, кстати, перешла из той же гимназии в эту. Любимый педагог у Кирилла Светайла Ирина Михайловна Ганжина. Русский язык среди предметов, которые ему нравятся, в том числе и потому, как старается доцент и кандидат филологических наук Ирина Ганжина. Объясняет все темы. Любой учитель объясняет все темы. Да, но она подходит к этому очень серьезно так. И вот если что-то ты не понимаешь, то она обязательно на этом моменте остановится и будет объяснять тебе. А Саше Тюриной, кроме обучения как такового, нравится и сама организация образовательного процесса в гимназии имени Максимилия. Здесь все удобно и продумано, отмечает ученица. Сюда надо приходить к 9 утра, а не как в других школах, к 8, и это очень удобно. Также мне нравится, что здесь есть одна переменная после третьего урока, которая длится 30 минут. И еще мне нравится, что здесь есть столовая, которая находится в отдельном здании. То есть основные плюсы, ну вот такая 30-минутная переменная, на мой взгляд. Ну, можно успеть сделать некоторые уроки, которые задали до этого, и пообщаться побольше с одноклассниками. И сходить в столовую. И сходить в столовую, да, конечно. И ведь самое примечательное, что Александра, как и та самая ее подруга, как и многие другие ученики, перешли сюда из многих очень даже достойных школ. Результаты их предшественников, а прошлым летом из 69 выпускников гимназии ТВГУ треть получили золотые медали и красные аттестаты, говорят о том, что ребята их родители сделали правильный выбор. И в академической гимназии Тверского госуниверситета их достойно подготовят не только к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, но и ко всей взрослой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова